А пока к другим темам. Стены ломит, балкон отваливается. Вместо того, чтобы восстать из руин, памятник архитектуры рассыпается в прах. Москва может лишиться усадьбы генерал-губернатора Растопчина. Он, предполагаемый организатор московского пожара 1812 года, отстоял белокаменную. А в 21 веке его дом при всех современных технологиях сохранить не удается. В богатой истории здания много постояльцев и еще больше владельцев. Из-за имущественных споров дом разваливается. Как формализм камень точит, расскажет Гульнара Солдатова. Попасть в этот роскошный балкон второго этажа. Можно только через окно. Да и группы не больше трех человек. Конструкция вот-вот разрушится. Хотя отсюда лучше всего можно рассмотреть уникальный белокаменный декор в нарышкинском стиле. Уже много лет завешанный строительной сеткой. В основе здания палаты, принадлежавшие спасителю отечества Дмитрию Пожарскому. Кладка сохранилась в подвале, но доступа туда нет. В Петровское время их расширили, достроили. В 1812 хозяином усадьбы был военный губернатор Москвы Федор Ростопчин. Этот период нашел отражение в литературе. Ростопчин вывел им человека, которого считал французским прокламатором. Верещагин был здесь убит перед лицом толпы унтер-офицерами полиции. А по Толстому, я имею в виду главу романа «Война и мир», Ростопчин отдал Верещагина на растерзание самой толпе, потому что он испугался и уехал с заднего крыльца. Позже менялись владельцы, а с ними и внутреннее убранство. В 19 веке здесь обосновалось московское страховое от огня общество. Тогда же появился фальш-камин со львом. В советские времена усадьбу передали госорганам безопасности. В середине 90-х здание приватизировали, оно было продано банку. Кстати, многие журналисты подумали, вот он, атрибут коммерческой деятельности, сейф. Хотя историки больше сходятся в мысли, что это архив ФСБ. Банк вскоре разорился, усадьба ушла с молотка. Новые владельцы, коммерческая фирма, в роскошные интерьеры въехать так и не успели. Изначально здание приобреталось для того, чтобы разместить здесь музей русского искусства. Владелец данного здания обладает большой коллекцией картин нонконформистов. И планировалось размещение данных картин в этом здании, в этой усадьбе. И почему не вышло? Потому что здание изъяло государство в связи с несоблюдением охранного обязательства. Мы просто не успели восстановить данное здание. На протяжении нескольких лет шли судебные тяжбы по возвращению здания в государственную собственность. Суд такое решение принял. Взамен Росимущество обязано выплатить прежнему владельцу выкуп. Но сумма в 276,5 миллионов рублей на счета коммерсантов до сих пор не поступила. Все упирается в данный момент в Росимущество и в Минфин. Росимущество ссылается на Минфин, насколько я понимаю, что у них нет денег. Минфин деньги не выделяет. Пока у здания не объявится собственник, с которым можно будет заключить охранное обязательство. И теми наименовым способом принудить его начать на конец работы, Мосгорное наследие сделать ничего не может и реставрация начаться не может. А между тем в здании начали осыпаться пласты, штукатурки и лепнины. Кое-где в потолке зияют дыры. В таком аварийном и пустующем состоянии усадьба будет встречать уже 20-ю зиму. Кулинара Солдатова, Дмитрий Кураков, Рафаэль Муцуев, Москва, 24.